Доброе утро, Стефан! У нас этот день начинается очень бодро и прогрессивно, а находимся мы сейчас в первом детском технопарке в Крыму, Кванториум. Создают подобные центры в рамках федеральной программы развития образования и созданы они для ускоренного развития детей. Поговорим мы о работе центра с его заведующим Русланом Владимировичем Макаровым. Руслан Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, чем здесь занимаются дети? Мы занимаемся инженерно-техническим творчеством, инновационной деятельностью детей и молодежи в возрасте от 10 до 18 лет. Собственно, у нас есть несколько основных направлений, так называемых квантумов. Среди них промо-робо-квантум, где мы занимаемся образовательной робототехникой во всех ее проявлениях. Два квантума посвящены беспилотным аппаратам наземным и воздушным. Это аэроквантум и автоквантум, соответственно. Проектируем прототипы искусственных спутников Земли, ракет-носителей в рамках космо-квантума. Занимаемся промышленным дизайном и, конечно же, IT-технологиями. Куда же без них? Задачи очень серьезные для детей. Расскажите, здесь очень много оборудования. Что это такое? Помимо оборудования в основных квантумах, у нас есть также хай-тек-цех, где мы с вами сейчас находимся. Это универсальная производственная зона. Здесь размещаются оборудования, связанные с аддитивными технологиями, 3D-принтеры, фрезерные станки с ЧПУ и все, что так или иначе позволяет произвести какую-либо деталь, которая необходима для реализации того или иного технического проекта. И деталь эту могут разработать сами обучающиеся с помощью 3D-моделирования. Звучит очень серьезно. Расскажите, что уже успели сделать интересного? Ну, впереди всех у нас на сегодняшний день, пожалуй, промо-робо-квантум. Есть несколько небольших проектов, над которыми ребята успели поработать. Это и прототип радара, который засекает воздушные цели. Это и парктроник и несколько других проектов. Отлично. Давайте посмотрим, что еще здесь находится. Расскажите, действительно дети занимаются такими серьезными изданиями? Может быть, есть какие-то уже особые достижения, чем вы уже можете гордиться? Ну, я думаю, что это еще у нас впереди. Работаем мы не так уж и давно, менее года. Ну, определенные, скажем так, зачатки будущего успеха у нас уже имеются. Пока секретов раскрывать не буду. Ребята покажут это сами на ближайших соревнованиях профильных. Расскажите, как вообще поступают задания? То есть дети сами решают, что они будут делать? Или, может быть, есть какие-то задания свыше? Нет, ну, на самом деле есть кейсы, которые разрабатывают наши педагоги. Есть кейсы, которые предусмотрены так называемым тулкитом. Это методические инструментарии, которые разрабатываются федеральными тьюторами, курирующими то или иное направление. Федеральные тьюторы работают от Фонда новых форм развития образования. Это федеральный оператор сети детских технопарков, Кванториум. Работаем мы над заданиями от индустриальных партнеров. Одно такое на сегодняшний день у нас есть. Это мини-проекты, связанные с, скажем так, с разработкой электромобиля, прототипа электромобиля от нашего индустриального партнера. Сейчас рядом с нами появился еще один очень интересный герой. Расскажите, что это и как вам попал этот робот? Ну, это промо-бот Квантор, отечественная разработка. Так сказать, родом он из Перми, достаточно прогрессивного города. И, по сути дела, это робот, который может служить презентатором или своего рода гидом по технопарку. Что он может делать? Ну, например, поздороваться с нами для начала. Квантор, здравствуй. Квантор, здравствуй. Нет, не хочет пока что разговаривать. Расскажите, у вас есть еще каникулы для детей, какие-то очень интересные. Что входит в рамки проекта? Да, есть программа «Инженерные каникулы». Она направлена на внешнюю аудиторию. Это дети, которые не являются обучающимися нашего технопарка. Ну, скажем так, пока еще не являются. Я думаю, что обязательно каждому понравится, и он к нам придет. Собственно, в рамках «Инженерных каникул» мы занимаемся, опять-таки, решением кейсов, то есть своего рода инженерных задач, какой-либо проектной деятельностью. Ну и, в принципе, просто знакомим ребят с деятельностью нашего технопарка, популяризируем в их среде, собственно, соответствующие направления в доп. образовании. Много сейчас у вас обучающихся? Ну, в год мы обучаем до 800 обучающихся. Вот, скажем так, каждый семестр где-то так половину от этого количества у нас обучается. Место очень необычное, для Евпатории так особенное, я думаю. Много ли желающих учиться? Есть ли у вас какой-то конкурс? Ну, на сегодняшний день, в общем-то, к нам может прийти любой желающий. Какого-то отбора мы не производим. Ну и просто потому, что мы исповедуем тот принцип, что образование, дополнительное образование должно быть доступно абсолютно для каждого ребенка. У вас недавно ребята участвовали в каких-то выставках, конференциях? Расскажите. Ну, не так давно мы проводили выставку, организованную нами. Это конкурс на лучший проект кванторианцев в 2019 году. Там наши ребята презентовали все то, над чем они уже успели поработать. Ну, собственно, это и проект Парктроника, и тот самый Радар, о котором я уже говорил. А какой проект выиграл? Ну, выиграл проект, выиграл несколько проектов, поскольку там можно было участвовать и командой, и индивидуально. Собственно, выиграли ребята из Симферополя, из Судака. Например, там было, скажем так, проект «Умные теплицы». Вот, в номинации «Инженерно-техническое творчество» победил данный проект. Честно говоря, в голове не укладывается, что дети могут такое делать. Расскажите, бесплатное образование здесь? Да, абсолютно бесплатное. Отлично. Попробуем еще раз, может, он с нами заговорит. Квантор, здравствуй. Ну, пишет, что узнает, но почему-то не отвечает. Возможно, какие-то проблемы с соединением. Работает он от интернета, это, скажем так, его пища. И, возможно, что сейчас где-то прервалось соединение. Очень жаль, но я думаю, что мы здесь не в последний раз. Мы обязательно вернемся, обязательно поговорим с роботом. А пока что узнаем, как дела в Симферополе, студия. Продолжение следует...